В Удмуртии проведут предпроектные работы, связанные со здравлением Вуткинского пруда. Как рассказал министр природных ресурсов республики, после этого станет понятно, что необходимо сделать для реабилитации водохранилища. Министр также уточнил, что без проектно-сметной документации невозможно сказать, какая именно сумма необходима на работы. По результатам этих совместных работ можно будет говорить о конкретных параметрах, которые будут заявлены на проектирование. Руководители ведущих российских отраслевых объединений посетили хозяйство МИР Вуткинского района. Хозяева познакомили гостей с работой хозяйства, поделились историей развития. В 2006 году они начинали с четырех полуразрушенных производственных помещений, где не было ни газа, ни воды, а контора ютилась то в гараже, то на ферме. Встать на ноги помог взятый кредит в 5 миллионов рублей. За это время дойное стадо хозяйства выросло более чем в 10 раз. Завершился чемпионат мира по боксу, который проходил в Риме со 2 по 4 ноября. В составе сборной России выступал водкинский спортсмен школы самбо и дзюдо БИСК Вадим Хлебников. В чемпионате приняли участие более тысячи спортсменов из 37 стран мира. Команда России успешно выступила в чемпионате, показав зрелищные поединки. По итогам турнира водкинский спортсмен Вадим Хлебников завоевал золотую медаль в разделе «Смешанные боевые искусства». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...